Создатель, он же Шейпер. Один из самых неоднозначных боссов в Passive Exile, по сути не злодей даже, а скорее лишь фанатичный кователь миров, сопротивляющийся скверне древнего. Тем не менее, именно он является центральной фигурой атласа миров и одним из главных боссов игры. Всем привет, с вами Кардив и сегодня мы поговорим о тактике сражений с хранителями Создателя и самим Шейпером. Это видео предназначено исключительно для игроков, которые либо недавно играют в Passive Exile, либо не могут уделять игре много времени для того, чтобы освоить весь эндгейм. Если же вы опытный босс-киллер, то можете дополнить гайд комментариями под роликом. Итак, начнем. Механика атласа миров предполагает, что вы будете постепенно продвигаться вглубь атласа, дойдя таким образом до четырех хранителей Создателя. Минотавра, Химеры, Гидры и Феникса. Каждый хранитель обладает уникальной частью ключа для доступа к владениям Шейпера, поэтому придется убить всех четверых. Помимо этого, они могут дать неплохие уникальные предметы. Первый на очереди Химера. Босс обитает в бойцовской яме. Бой с ним делится на попеременные фазы, в которые вы будете то бить самого босса, то драться с его помощниками. Сам Химера имеет три ключевых способности. Удар когтями по прямой, который наносит относительно небольшой урон. Можно либо уклониться, либо затанчить. Следующая способность это Круг Крови, из которой нужно обязательно выходить, иначе получите много урона. Ну и последняя, самая коварная способность это Дымовые облака. На арене появляется несколько скрытых зон. Нужно максимально быстро пробежать по всем, чтобы найти в ней босса. Вы будете получать урон, пока не найдете в облаке самого босса. Во время боя сам Химера несколько раз исчезает и призывает разного рода приспешников в трех углах арены. Ключевая задача убивать их как можно быстрее, передвигаясь от одного угла к другому. Они обладают небольшим количеством здоровья, но при этом высоким уроном. Не дайте им вас окружить. В целом, если у вас быстрая скорость передвижения, бой с Химерой не станет проблемой. Для него лучше всего использовать пантуон Шакари и Аракаали. А следующий это Гидра, пожалуй, самый простой хранитель. Бой с ним быстрый и позволяет его зафокусить. На арене с двух сторон летят ледяные снаряды. Выбирайте позицию грамотно, не попадая под эти снаряды. Гидра часто стреляет из лука, выпуская стрелу строго впереди себя. Старайтесь всегда держаться у него за спиной, и тогда вы не получите лишний урон. Босс иногда ненадолго меняет позицию на арене, и в этот момент появляются его небольшие помощники. У них очень мало здоровья, и вы должны убить их без труда. Но старайтесь все равно держаться рядом с самим боссом, чтобы не получить шальную стрелу с другой конца комнаты. Хорошим выбором станет пантеон Югула, Морского Царя или Солярис. А в следующей битве с Фениксом вам потребуется хороший АОЕ урон. На арене периодически будут появляться огненные птицы, которых нужно быстро фокусить, иначе вы будете получать неконтролируемо много урона. Но если у вас высокий ДПС, то в принципе вы можете и просто зафокусить босса самого, так как дополнительных стадий у него нет. В битве с ним нужно опасаться его взрыва в области вокруг себя, периодически он останавливается и копит энергию, это хорошо заметно. После чего происходит взрыв, пережить который вам навряд ли удастся. Отбегайте в этот момент от самого Феникса. Помимо этого он достаточно часто использует размашистый рывок по диагонали. Старайтесь уворачиваться, так как по анимации босса видно, когда он ее готовит. Ну и в огненных вихрях, само собой, лучше не стоять. Рекомендуемый пантеон это Аберат и Лунарис. А Минотавр одновременно может являться как самым простым боссом, так и самым сложным. Все зависит от того, насколько высока ваша защита от физического урона. Обязательно носите с собой гранитные и базальтовые флаконы. Используйте пантеон Солярис и Градкулу, либо Тукахамы. Босс периодически замахивается и ударяет в области. Держитесь у него за спиной и сбоку. Область на земле, по которой он бьет, достаточно заметна. Как только вы замечаете камнепад, старайтесь выбегать из этой области, чтобы не получать лишний урон. Минотавр периодически также использует внезапные рывки с атакой, которые наносят очень много урона. Прожимайте обязательно флаконы. Небольшие каменные големы не очень опасны и умирают от побочного АОЕ. Периодически арена разделяется на сегменты, запнутые электрическими дугами. При пересечении дуги вы получите очень сильный эффект замедления. Имейте это в виду и старайтесь заранее планировать свои перемещения. Не лишним на боссе будут эффекты ослепления и дымового облака. После того, как вы получили все четыре ключа создателя, разместите их в машине картоходца. Откроются порталы в его владении. Там вы встретите Зану. Перед входом к боссу вам необходимо будет убить четырех мини-боссов, которые генерируются случайным образом. Они находятся по четырем сторонам света от машины картоходца. Чаще всего они не представляют какой-либо угрозы, но старайтесь помнить тактику для каждого из них. Ведь вы уже встречали этих боссов в актах, либо на картах. После убийства этих боссов откроется вход на арену с самим Шейпером. Бой с создателем обладает одним из самых правильных дизайнов в игре. На мой взгляд, нет никакого фактора случайности. Если вы действительно все грамотно делаете, то можно не получать урона в принципе. Но для этого требуется опыт и сноровка. Шейпер обладает несколькими способностями. Первая это аналог опаляющего луча. Босс копит энергию некоторое время, после чего выпускает впереди себя луч, наносящий периодический урон. Отбегайте и стойте за спиной, либо сбоку от босса. Луч кастуется долго, именно в это время нужно наносить боссу урон. Имейте ввиду, у основания луча область нанесения урона шире, чем кажется визуально. Держите дистанцию. А вторая способность это теневой наскок. Босс готовится к прыжку, вы сразу заметите эту анимацию. Ваша задача не стоять на месте, а постоянно двигаться для того, чтобы босс не попал по вам. Еще одна способность босса это ледяные шары, которые он выпускает порциями попеременно несколько раз. Двигайтесь, чтобы задать этим шарам траекторию и не пробуйте их затанчить. Одного-двух будет достаточно для того, чтобы вы оказались на кладбище. Периодически также с краев арены будут прилетать ледяные аномалии. Старайтесь коснуться их у края арены, для того, чтобы оставшаяся лужа не помешала вашим дальнейшим перемещениям. Иногда босс открывает портал, из которого бегут ады и попытаются убить Зану. Защищайте ее, иначе вы не сможете пережить следующую способность босса. Зана будет создавать защитный купол, забегайте внутрь и ждите, пока теневые снаряды, пересекающие арену, не иссякнут. Но имейте ввиду, Шейпер начнет кастовать свой опаляющий луч чуть раньше. Моментально выпрыгивайте из купола и уворачивайтесь от этого спла. На 50% босс телепортирует вас в аномальную область. Бегите как можно быстрее к краю этой области и убивайте мини-босса, иначе Шейпер начнет регенерировать здоровье. Сам мини-босс несложный, вы уже наверняка встречались с подобными аномалиями на картах. Главное не попадать под его сокрушающую атаку ближнего боя. Вторая фаза похожа на первую, после чего босс снова вас будет телепортировать в аномальную область. Также бежим в конец и убиваем уже прокачанную аберрацию. Теперь она выпускает чуть больше снарядов. На третьей финальной фазе босс использует плюс-минус те же самые способности, за исключением того, что на арене появляется его теневой двойник, копирующий эти самые способности, что означает, что в вас могут целиться одновременно два луча, либо прилетать дополнительные снаряды, и способности босса могут теперь комбинироваться. Старайтесь раскладывать при этом лужи, эти аномалии, которые летят на вас, грамотно по краям арены, так как если бой затянется, на арене не останется свободного места для перемещения. Ну, в принципе, на этом все. Помните, что для всего нужна практика, и самое главное, не расстраивайтесь. Если не удастся убить босса с первого раза, со временем вы начнете механически уклоняться от всех его атак и способностей, и убийство создателя не составит труда. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Хорошего вам лута, и спасибо за просмотр. С вами был Кардев. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok